всем привет друзья итак вы на канале битрайдер добро пожаловать так решил я сегодня сгонять все-таки в луис и заеду там еще один магазин по рядом будет мото мото по полу мотора что-то такое да и все время забываю как его как он называется что послужило в принципе причиной моей поездки в луис а это покупка себе нового шлема то есть я хочу себе купить шой gta r2 я уже мерил его неоднократно он единственный шлем который мне в принципе идеально подходит который я готов себе взять поэтому сейчас съезжу в магазин посмотрю там расцветки выберу какой-нибудь себе но я склоняюсь наверное все-таки купить монотонный черный матовый мне в принципе он подойдет и к мотоциклу мотоцикл тоже черный матовый также экипировка черно-белая будет идеально я думаю смотреться плюс можно потом в перспективе его обклеить какими-нибудь наклеечками при разукрасить так скажем поэтому я склоняюсь больше к нему но он опять же по ценнику немножко дешевле я бы сказал не то что немножко а на целых 100 евро скажем так если монотонная монотонный шлем стоит 566 евро а если уже какой-то более декоративной расцветкой то на сотню дороже вопрос стоит ли переплачивать за к за раскраску 100 евро стоит если раскраска охуенная так что я сейчас посмотрю померяю регину и что-нибудь да возьму почему я решил именно этот шлем взять ну во первых как я уже упомянул он сидит на мне очень классно охуенно так скажем нигде не жмет сидит плотно размер идеальный то есть вот как по таблице 59 сантиметров башка все сидит как плитой это первая причина потом у него и можно в него интегрировать гарнитуру сена то есть она уже до того на классно туда интегрируется что ее нигде не видно и очень классная опять же как говорят люди которые используют эту гарнитуру но стоит сука тоже дорого почти 300 евро то есть 270 сейчас спецпредложения в луисе плюс установка 20 ну я не знаю посмотрим может быть сам установлю может быть они мне скидочку сделают посмотрим будем спонтанно потому что знаете что вот этот шлем который у меня сейчас он в принципе он не мой размер когда я его покупал это было давно лет шесть с половиной назад я не шарил вообще в этой теме то есть я одел шлем чтобы мне просто удобно одевался и комфортно сидел то есть он в принципе удобно сидит комфортно одевается точнее все наоборот для скутера более чем достаточно потому что скорости небольшие ты в принципе не ощущаешь какого-то дискомфорта во время езды но я тут прокатился с товарищем на заднем сиденье так скажем в качестве ножопницы видос есть на канале надеюсь вы его видели и несмотря на то что я сидел сзади я честно прихуел то есть у меня башка болталась так плюс потом еще шея на через пять минут начала отваливаться это реальная только сидел сзади а что будет если я буду сидеть спереди плюс там задувало так как будто я ехал с открытым визиром жесть поэтому я так понял что даже сейчас когда автошкола откроется я начну кататься то лучше уже взять сразу нормальный шлем с пенлоком чтобы ничего не потело чтобы это как она называется которая защитная от солнца тоже встроенная херня тоже это очень важно потому что я очкарик и мне постоянно приходится обычном шлеме менять то солнцезащитные очки с девелоптерами то обычные это немножко напрягает а тут я просто буду носить одни очки с диоптерами и вот это солнцезащитная бленда и ну я буду называть бленда она в общем будет меня спасать от солнца это меня очень радует плюс опять же пенлок потому что с этим шлем с которым я езжу пенлока нет и это очень большой минус реально напрягает когда погода нормально нормально но если погода влажная или дождь это полный пиздец все на свете проклинаешь а это опять же ну может быть в городе на маленьких скоростях не так критично но если на мотоцикле все-таки ехать то это будет уже критично для в плане безопасности мне вообще была цель сначала придет мотоцикл учиться в мотошколе и потом уже купить себе шлем когда уже непосредственно буду кататься на машине ну я опять же подумал не лучше я уже буду сразу учиться с нормальным шлемом с пенлоком чтобы ничего во время учебы во время экзамена скажем так ничего не отвлекало ну и чтоб шлем немножко так чтоб шлем привыкнуть собственно это и было причиной я не знаю ребят сейчас наверно в магазин когда приеду снимать там не смогу потому что немцы они как-то я говорю они когда камеру видят они пугаются хотя не знаю чего бояться камера как камера поэтому вряд ли меня пустят туда с камерой и обратно на обратном пути я тоже записывать видос не буду потому что я скорее всего если что-то куплю все таки то я сразу его и одену чтобы уже сразу его и испытать поэтому пока вот сейчас туда еду в магазин а ехать мне туда приблизительно еще минут 25-30 я так не спеша так что буду снимать записывать немножко блять что-то я оделся сегодня тепло солнце светит а я еще в кофте в кожаной куртке прям даже жарковато уже немножко стало ах надо будет еще не забыть купить это балаклаву сразу чтобы на теплую погоду какую-нибудь тоненькую и на прохладную погоду чтоб потеплее было сразу бы не забыть надо не балаклава я считаю нужная вещь просто я вот все эти года ездил без балаклавы и шлем а шлем у меня опять же вот актуальный который он простой у него внутренности вытаскивать нельзя поэтому мыть его плохо и он со временем там уже так испачкался пофигу я его взял просто в это в ду в душ и в душе в душе он так скажем и в душе его помыл с порошком там щеточкой внутри прям все вычистил принципе нормально тоже можно так чистить способ проверенный так что рекомендую у кого более-менее простые шлема но сейчас который шлем возьму там можно будет все это естественно вытаскивать стирать это классно очень удобно будет так что я уже предвкушаю покупки также я соответственно потом наверное сделаю обзорчик этого шлема ну так обзора в принципе на этот всем дохер дохера и больше просто может покажу вам так сказать похвастаюсь ну и скажу свое мнение на счет каких-то может быть деталей хотя если честно не знаю есть ли смысл делать этот обзор потому что опять же обзоров много на ю-тубе стоит только задать в ю-тубе именно на этот шлем обзоров более чем достаточно так че тут плетусь что-то они не едут здесь а вон тут поворот ля патам все равно мотоциклистов что-то не видно погода маленькая это теплая отличная самое то на мотоциклах гонять а их что-то как-то не видно хотя туда ближе к магазину там уже они туда как это как место паломничество магазин луис мотоциклистов туда ближе подъезжаешь там уже сразу заметно движуха все туда едут я когда в субботу туда хотел заехать как магазин как раз только недавно открылся после этого карантина и там народу очередь на улице прям была запускали не сразу а под ну так по чуть-чуть людей что-то там толкучки не было и на улице такая длинная очередь образовалась что я постоял что-то она так еле двигается думаю но и нахер я там два часа буду стоять развернулся и уехал а сейчас как бы время еще утро относительно так до обеда надеюсь что плюс будет плюс будний день надеюсь что там сейчас народу будет мало и и очереди не будет плюс еще тогда было что он еще можно сказать только открылся народ как изголодавшийся туда ломанулся поэтому я думаю сейчас будет народу поменьше искренне на это надеюсь но что-то стесняешься что ты не едешь так правый потому что средний он уходит потом влево видите как вот кризис потихонечку уходит движуха на дороге уже такая активная народ выйдет дороги полные блин что касается автошкол я вот тут гуглил соседней федеральной земли норд-раинвестфальн там уже с 27 числа то есть со вчерашнего дня автошколы начали работать а у нас по берлину должны с десятого числа начать хотя и теоретически экзамены уже с 4 числа можно идти сдавать так что я надеюсь 10 числа уже что-то будет у меня ясно я не думаю что мотоцикл прям вот у меня будет прям раньше чем тоже 10 скажем так если первых чисел мотоцикл только придет в автосалон пока они его поставят на учет это тоже может занять некоторое время учитывая что все эти госконторы сейчас тоже работают на удаленке практически так что я думаю это займет какое-то время смотрим но мне в принципе сейчас пока не горит главное сейчас права сделать кстати пользуясь случаем хочу поблагодарить вадика с канала engine zone что пригласил меня недавно на свой супер стрим который в принципе у я считаю что очень удался мы с ним так замечательно так хорошо пообщались в общем классный чувак вадик engine zone кто не знает его рекомендую но опять же скорее всего его тут все знают кто меня смотрит по крайней мере сейчас на данном этапе но когда-нибудь может быть канал мой вырастет и подписчиков будет много скажем так так что рекомендую классный чувак я ему написал email так и так мол начинающий канал вот у меня можешь как-то помочь я даже честно не рассчитывал что он откликнется на мое сообщение нет он связался со мной до базаров нет это мы с ним созвонились по скайпу пообщались так это от души потрещали сделали небольшой тестовый стримчик на его этом альтернативном канале протестировали так скажем его оборудованием ну и вообще а на следующий день ссылку на этот стрим я запущу в описании так что можете посмотреть кто не видел мы опять же созвонились на его основном канале engine zone я надеюсь правильно выговариваю и два часа у нас длилась беседа очень продуктивно интересная так что с удовольствием еще раз когда-нибудь свяжусь с ним пообщаемся так что спасибо вадик от души где это мы а давай мы сейчас ах блин сейчас ай-яй-яй не получится мне тут так вписаться ладно пофигу можно было здесь налево свернуть можно и дальше направо свернуть ой точнее налево просто здесь удобнее здесь светофоров меньше было бы сейчас какой-то провал слышали был то есть я газу дал и вообще такой провал он чуть не заглох потом раз дальше поехал прикольно я вот не знаю продавать этот скутер или нет я объявление дал на ebay ну я там ценник залупил конечно будь здоров а 8 вдруг продам ну как бы я не знаю вот чисто для города может быть оставить его для потом для покатушек за хлебом вот таки реально как велосипед чтобы не заморачиваться по-быстрому сел это магазин надо ехать мотоцикл все равно он будет больше и на под мотоцикл опять же надо одеваться экипировку все это как-то заморачиваться больше будет по-любому не знаю посмотрим пока вроде с деньгами нормально ну хуй без соли не ем пока наверно не буду продавать а если уж потом призмёт когда-нибудь тогда и продам кстати мы сейчас проезжаем этот сименс штат это ну здесь короче находится знаменитый завод сименс вот слева то есть даже справа то есть видите здоровый завод известный на весь мир когда-то даже телефоны сименс были но они в основном занимаются какими-то там да что они делают блядь они много чего делают они радиодетали делают и турбины какие-то делают то есть да хера чего делают по-моему даже ветряные мельницы но это не точно но здесь уже потихоньку появляются мотоциклисты потому что скорее всего все едут туда же хотя нет не туда блядь красный сука ну да ладно макси скутер не люблю я макси скутеры как-то не нравятся они мне хотя может быть прикольная вещь но это на любителя я считаю это реально на любителя мне важна эстетика мне важно как мотоцикл выглядит поэтому для меня важен дизайн ну естественно дизайн да то есть ну первое на что кидаемся это на то как он выглядит потому что мне сейчас пока что сложно судить о ходовых качествах так как я гоняю только на скутере и спекулировать на тему валит не валит я даже не буду будет выглядеть глупо потом когда покатаюсь попробую разные мотоциклы тогда можно будет уже на эту тему немножко рассуждать с умным видом а сейчас могу сказать только про свой скутер валит да валит для скутеров он валит конкретно то есть если на него сейчас поставить хороший глушак то он будет валить он будет на этих на перекрестках всех всех рвать что он в принципе в молодости так и делал ну 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 поехали итак друзья мы сейчас находимся в районе райникердорф это район берлина на севере берлина мы сейчас будем подъезжать к одному из крупных магазинов полу моторад но я в него сейчас заезжать не буду потому что его ассортимент я знаю мы поедем сразу в луис а уже в луис если там не выберу то что мне надо возможно заеду в этот полу моторад вот мы сейчас практически возле него луис он чуть чуть дальше но нет не сильно далеко может быть метров 500 так что мы сначала туда заедем посмотрим может быть повезет и там все купим потому что здесь точно нету этой гарнитуры сена просто я был на днях здесь и они мне сказали что у них нету мне было бы удобнее купить все в одном месте чтобы сразу все одним чеком вот видите да вот магаз в принципе он такой большой известный ну-ка я конечно не любитель таких маневров но иногда иногда приходится чего как классная маска мне кажется такие маски надо внедрять вот это реально защитит если тебе кто-нибудь в лицо плюнет или кашлянет по крайней мере все кажется на этой маске они у тебя в дыхалке я такую маску просто потом вечером протер каким-нибудь спиртовым растворчиком и все выглядит конечно по-дурацки но мне кажется защищать будет отлично у нас тут тоже блять наши министр здравоохранения сначала они что маски это говно они не защитят что вообще вы чё ебанулись люди маски а сейчас они наоборот за маски проповедуют потому что тут фотка была где-то где министр здравоохранения в лифте там с какими-то людьми а сам сука в маске на него потом наехали мол чё за хуйня сам пропагандирует что маски это говно опять же как может быть маска говно когда в операционных используют эти же самые маски и все нормально как говорится годами уже люди используют вас в операционных а тут вдруг оказались что маски ни от чего не защищают что это мне кажется все таки смысл был в том что масок было в стране очень мало ибо они боялись ажиотажа на маске поэтому ну чтобы маски были с первой очереди в больницам нужны а сейчас когда маски вроде появились завезли в страну маски с китая поэтому они вроде сейчас как ладно маски сейчас это хорошо ой бля чуть не пролетел короче ребята вот мы приехали в луис у народу вообще никого нету красота не люблю брусчатку так что ребята давайте подписывайтесь на канал на инстаграм ставьте лайки ну а с вами был вели потом сниму наверно обзорчик на свой шлем ладно давайте всем счастливо